Представьте себе вечно кипящий океан, безбрежный и бесконечный. Он простирается до самого горизонта, но заметить это невозможно, ведь вокруг постоянно клубится густой туман. Плотные облака без единого разрыва скрывают огромное, но тусклое солнце. Лишь незначительные изменения освещенности свидетельствуют о смене дня и ночи, если мрак вокруг превратился в темно-серую муть, значит, наступил рассвет. А под многокилометровой толщей воды прячется ядро из миллиардов тонн раскаленного льда. Скорее всего, именно так выглядит уникальный и загадочный мир Глизе 1214b. Космо. Первый космический. Первые шаги к теоретическому обоснованию существования планет, полностью покрытых водой, были сделаны ещё в 70-х годах прошлого века. Именно в это время было доказано, что радиоактивный распад в недрах планет и приливные силы могут привести к таянию водяного льда и образованию гигантских океанов. Подобные процессы, скорее всего, происходят на спутниках Юпитера и Сатурна, однако из-за большой удалённости от Солнца эти небесные тела остаются скованы толстой ледяной коркой. Однако, когда речь заходит о планете-океане, чаще всего имеют в виду немного другой тип космических тел. Подразумевается, что океан на планете не скрыт под слоем льда, а его глубина превышает сотню километров. Теоретический расчёт процессов формирования и эволюции подобных планет был произведён французскими астрофизиками во главе с Кристофом Сотаном в 2004 году. Согласно этой теории, если масса формирующейся планеты превышает 10 земных, то она начинает активно притягивать к себе водород и гелий из окружающего газопылевого облака, превращаясь со временем в газовый гигант. Если же масса небесного тела составляет всего 6-8 земных масс, то новая планета будет состоять изо льда и каменистых пород примерно в равных пропорциях. Для сравнения, суммарный вес всей воды мирового океана Земли составляет всего лишь 0,25% от общей массы нашей планеты. В том случае, если орбита космического объекта расположена далеко от материнской звезды, он станет ледяным гигантом или холодной суперземлёй. Радиоактивный распад внутри ядра может расплавить часть льда, приведя к образованию скрытого океана, но внешние слои небесного тела останутся замороженными. Если же планета окажется в обитаемой зоне своего светила, то её внешние слои растают и покроют поверхность бескрайним океаном. Теоретические расчёты показывают, что планета массой 6-8 земных может иметь водяную оболочку, превышающую сотню километров. Давление такого столба воды способно достигнуть 20 тысяч атмосфер в зависимости от температуры, примесей и других параметров. Этого достаточно для образования особых экзотических форм льда, которые могут оставаться твёрдыми даже при высоких температурах. Кроме того, в отличие от привычного нам льда, эти модификации тяжелее жидкой воды. Например, плотность льда 7, наиболее вероятного в данных условиях, составляет примерно 1650 килограммов на метр кубический. Этот лёд оседает на дне планетарного океана, образуя массивную криосферу, которая окружает более тяжёлое ядро планеты. Возможность проверить эти теоретические выкладки на практике появилась, когда на расстоянии 42 световых лет от Земли была обнаружена маленькая и тусклая звезда, получившая обозначение Глизе 1214. Диаметр красного карлика оказался в 5 раз меньше, чем у Солнца, а масса составляет лишь 15,7% от Солнечной. При этом Глизе 1214 в 300 раз тусклее нашей звезды, а температура её поверхности равна всего лишь 3000 Кельвинов или 2700 градусам Цельсия. Сама по себе звезда не представляет из себя ничего особенного. Всего лишь ещё один непримечательный красный карлик, похожий на миллиарды других светил нашей галактики. Однако в 2009 году возле неё была обнаружена единственная планета, получившая название Глизе 1214 b. При том, что её диаметр в 2,5 раза превышает земной, данная экзопланета тяжелее Земли всего в 6,5 раз. Несложные расчёты показывают, что при таких параметрах ускорение свободного падения на поверхности планеты составит всего 91% от земного показателя. Средняя же плотность Глизе 1214 b равна примерно 1870 килограммам на метр кубический. Это значение слишком мало, чтобы основную массу экзопланеты составляли каменистые породы и металлы, как, например, у Земли. Однако такое значение средней плотности хорошо согласовывается с предположением, что планета на три четверти состоит из воды и водяного льда, и лишь на четверть из каменистых пород. На основании этих наблюдений можно предположить, что данное небесное тело представляет собой планету-океан. Объект находится очень близко к материнской звезде. Среднее расстояние составляет всего лишь около 2 миллионов километров или 0,14 тысячных астрономической единицы, что в 75 раз меньше, чем расстояние между Землёй и Солнцем. При этом эксцентриситет орбиты довольно высок и равен 0,27, чуть больше, чем у Плутона. Это означает, что в перигелии Глизе 1214 b примерно вдвое ближе к своей звезде, чем в Афелии. При этом планета делает полный оборот вокруг материнской звезды приблизительно за 36 часов. Несмотря на то, что красный карлик Глизе 1214 примерно в 300 раз тусклее Солнца, невероятная близость к светилу делает климат на планете очень жарким. Если предположить, что поверхность Глизе 1214 b имеет коэффициент отражения как у Венеры, то температура поверхности планеты должна составлять около 393 кельвинов или 120 градусов Цельсия. Если же она темнее, то температура может достигнуть 553 кельвинов или 280 градусов Цельсия. Благодаря тому, что орбита Глизе 1214 b пересекает диск звезды, учёные могут проводить спектроскопические исследования её атмосферы, однако полученные на сегодняшний день результаты противоречивы. Если данный космический объект действительно является океанической планетой, то его атмосфера должна состоять преимущественно из водяного пара с примесями других газов. Однако в спектре планеты пока не обнаружены линии ни водорода, ни гелия, ни сложных веществ вроде воды, углекислого газа или аммиака. Предполагается, что внешний слой плотной атмосферы скрывает собой её истинный состав. Больше всего условия на поверхности Глизе 1214 b напоминают внутренности гигантского парового котла. Причём давление атмосферы в нижних её слоях должно как минимум в 15 раз превышать земное. Из-за того, что океан находится в термодинамическом равновесии с атмосферой, граница между ними – довольно размытое понятие. Ведь плотность водяного пара у самой поверхности океана приблизительно равна плотности постоянно кипящей воды. Если же начать погружение в нижние слои океана, то давление будет непрерывно расти, пока на глубине около 100 км не достигнет таких значений, что вода уже не сможет оставаться жидкой даже при столь высокой температуре. Мы достигнем льда, состоящего из плотного и тяжёлого льда, толщина которого по расчёту может превышать 5000 км. Таким образом, большая часть воды на планете сосредоточена именно здесь. Ниже криосферы, вероятнее всего, находится ядро из каменистых пород и металлов. К сожалению, возникновение жизни на любой планете-океане маловероятно, даже в том случае, если температура на поверхности будет более благоприятной. Дело в том, что океан на таких экзопланетах содержит слишком мало микроэлементов, необходимых для живых существ. Даже с учётом метеоритов, изредка бомбардирующих поверхность данных небесных тел, разнообразия химических соединений недостаточно для образования жизни. Тем не менее, исследование океанических планет представляет огромный интерес для науки. Расчёты математического моделирования NASA, опубликованные в 2020 году, гласят, что в нашей галактике могут существовать миллиарды планет подобного типа, как холодных, со скрытым под ледяной коркой океаном, так и тёплых, подобных Глизе 12-14b. Ведь вода – одно из самых распространённых сложных соединений во Вселенной. А значит, шансы найти новые планеты-океаны весьма велики. Ну а пока вы можете поддержать наш выпуск лайком и подписаться на канал, ведь ваша поддержка помогает нам вкладывать всю душу в каждый выпуск и делать их интересными и познавательными. И услышимся!